Алена подключается, Алена, я отключаюсь, Ваше слово. Всем привет, Вы меня слышите? Люди, слышно меня? Поставьте плюсики, помашите плюсиками. Окей, отлично. Это прекрасно, что Вы меня слышите. Я вначале хочу Вам сказать о том, что Вы можете в процессе того, как я веду вебинар, рассказываю, Вы можете подготовить свои вопросы, и когда мы уже закончим, когда я закончу свою часть выступления, Вы зададите эти вопросы, и я, конечно, с удовольствием Вам на них отвечу. Что я хочу Вам сегодня рассказать? Рассказать я Вам хочу о новом сезоне, зима наступает, соответственно, новый сезон, новые тренды, тренды как в моде, в мире одежды, так и в макияже. И я не буду Вам рассказывать о том, что в моде сейчас красная помада, там, темные тени или светлые тени и прочее. Нет. Это Вы все можете самостоятельно посмотреть на сайте. То есть Вы заходите на сайт, смотрите, так, прервалось, говорят. Смотрите, у всех прервалось? Нет, все есть. Отлично. Итак, если Вам нужно посмотреть какие-то тренды, да, и все прочее, Вы с этим можете ознакомиться на сайте Reflame. Заходите в ссылку Beauty Edit, и там есть различные статьи, которые посвящены специально для этого. Можете все почитать. Потому что также в любых источниках Вы можете найти кучу информации на эту тему. Я же хочу рассказать Вам, какие модные макияжи, да, какие актуальные сейчас образы, можно сделать к Новому году. Да, у нас впереди праздники, очень хочется себе классный макияж. Итак, какие можно сделать к Новому году для себя образы с помощью косметики Reflame. И это будет две линии. Косметика Giordani Gold и косметика серии The One. Так, давайте мы приступим. Посмотрим презентацию. Итак, сейчас у нас 17-й каталог на подходе, да, самый яркий, самый классный, самый крутой такой каталог предновогодний с большой кучей скидок. И наверняка Вы заметили еще в прошлом каталоге новинку серии Giordani Gold. Это тени в шариках. Мне безумно они понравились. И всех призываю себе их приобрести. Хотя бы один оттенок, да, который Вам больше всего подходит, больше всего нравится. Оттенки мы выбираем по цветотипу. И, ну, они очень приятные, мягкие, в принципе, текстура теней. И при этом хорошо, плотно ложатся, долго держатся. И сразу немножко наступление. Для того, чтобы тени в шариках максимально хорошо держались, плотно, используйте кремовые тени как базу. И тогда у Вас все получится. То есть они будут держаться на протяжении, я не знаю, мне кажется, сутки точно продержатся. Так, просят громче, но громче не получится. Это максимум громкости. Итак, давайте приступим с Вами к обсуждению образа Miss Giordani Gold, скажем так. Итак, сейчас в тренде Smoky Eyes, Smoky макияж. Но это не значит, что опять нужно делать черные глаза, да? Нет. Smoky макияж, в принципе, подразумевает собой, что Вы можете использовать любые оттенки. Но здесь эффект дымки, Smoky дымка. Именно в этом вся суть. И сейчас цвета, бронзовые оттенки, да? То есть все холодное серебро мы оставляем на второй план. Как раз-таки к Новому году было бы отлично сделать макияж глаз в бронзовых оттенках. Что-то золотистое, что-то теплое. Возможно, даже желтые, кофейные. И в серии Giordani Gold очень много различных продуктов, которые подходят именно для такого макияжа. Плюс они хорошо держатся, что немаловажно в новогоднюю ночь, да? Чтобы ничего не нужно было поправлять в макияже, не нужно было задумываться об этом. Сделала с утра и целый день красавица. Итак, Smoky макияж. Можете почитать на презентации еще часть текста. Я об этом уже говорить не буду. Далее. Никакой макияж не будет у вас хорошо, плотно, ровно держаться, если вы не будете использовать базу. Казалось бы, я сейчас должна рассказывать про макияж глаз и губ. База это такая основная вещь. Но без базы под макияж вообще никакой макияж нельзя делать. То есть мы понимаем, что если мы хотим сделать вечерний макияж, да, яркий какой-то, с акцентом на глаза или на губы, или как было модно весной и на губы, и на глаза акцент, да, то нам нужен идеальный тон. Мы не сможем сделать красивый макияж. У нас не будет хорошо смотреться яркая помада на губах, если у нас не будет ровной тональной основы. А для того, чтобы тональная основа ровно лежала, для того, чтобы она не скатывалась, для того, чтобы прослужила дольше, да, нам нужно обязательно использовать базу. И у нас есть как база серии Giordani Gold, которая с легким увлажняющим эффектом. То есть она хорошо подходит для возрастного макияжа, и она хорошо подходит для сухой кожи. Но не нужно путать. Это не увлажняющий крем. Если вы делаете уход, да, увлажняющим кремом, а я уверена, что вы делаете полный уход и очищение, и тонизирование, и активация, и потом уже увлажнение, то вам не особо будет нужно в повседневном макияже использовать именно Giordani Gold. Можно будет и брать базу из серии, например, Zyva, если вам нравится, да, если у вас нет проблем с кожей. Giordani Gold, она более, ну, такая плотная, сильная, она сильнее скрывает какие-то мелкие недостатки, но она не перекрывает их цветом, да, не нужно путать и с тональной основой. Вот, почему не увлажняю, то есть эффект есть увлажнение, но почему, я вот говорю, не путайте с дневным кремом увлажняющим. Для, там есть дозатор, да, в этой базе. Для того, чтобы сделать, нанести тон, нам достаточно базы положить на лицо всего лишь, вот сколько с дозатора одного нажатия будет достаточно для всего лица. Мы начинаем наносить с носиком и уходим к периферии лица, то есть очень-очень тоненький слой. Ждем, пока база высохнет, и только после этого наносим тональную основу. И тогда тональная основа будет хорошо держаться, не будет скатываться, более ровно. Плюс вам гораздо легче будет ее наносить, тогда не будет с этим проблем. Макияж, в принципе, не будет занимать много времени. Это тоже очень важно. Ну и далее нужно будет, естественно, зафиксировать тон пудрой. Также, если есть какие-то недостатки, если есть какие-то недостатки на лице, на коже, да, которые нельзя скрыть, не скрывает тональная основа и даже не помогает база под тональную основу, я советую использовать консилер. Итак, серии Giordani Gold Concealer, как раз который вы сейчас видите на слайде, его я советую использовать не только в возрастном макияже. У него есть маленький секрет. Это легкий эффект подсвечивания. Он немножко переливается. Им очень хорошо делать стропинг. Как наносить консилер? Есть куча подробных комментариев в каталогах, поэтому не будем на это останавливаться. Не только... Консилер нужен не только для того, чтобы там скрывать какие-то, я не знаю, покраснения на коже, но и в том числе убирать леды усталости под глазами. Что это значит? Ну, по-русски говоря, мешки под глазами, да, мы не выспались, мы много работали, или синяки под глазами говорят. И очень важно, консилер нужно в макияже использовать на полтона, на тон светлее, чем тональная основа. И наносим мы консилер не, скажем так, не конкретно на эти синячки. Нам нужно нанести немножечко больше. Нам нужно нанести от внутреннего уголка глаза до крыла носа и уводя к виску. Треугольник такой. То есть не должна получиться окружность, иначе мы синячок этот просто сделаем более видным, да, более заметным. Когда мы наносим в форме треугольника, хорошенько растушевываем, тогда у нас получается правильно. И эффект подсвечивающий тоже очень правильный. Если мы уводим к виску, то у нас будет немножечко такой эффект стробинга. Далее. Еще хотела добавить, что вы можете использовать консилер как под тональную основу, так и на тональную основу. Разницы в принципе нет. Главное, чтобы у вас была база. База просушенная, да, то есть ни в коем случае не липкая. Главное, чтобы у вас тональная основа. Если вы кладете консилер на тональную основу, главное, чтобы у вас тональная основа не лежала очень-очень толстым, плотным слоем. Если мы берем тональную основу серии Giordani Gold, то там тоже есть дозаторы. Достаточно двух нажатий на все лицо. Но не более того. Распределяем при помощи... Да, вебинар записывается. Распределяем при помощи спонжика, либо кисти. Тогда хорошо ляжет сверху и консилер. Если мы будем наносить тональную основу пальцами, либо же консилер пальцами, а потом сверху тональную основу, представляете, мы пока что-то делаем. С воздуха набрали на пальцы микробы. Все это на лицо, вместе с кремовой текстурой. То есть еще больше слоей микробов и все прочее. Это нам не нужно. Обязательно используем либо кисть, либо спонж. То есть я не рекомендую наносить кремовые текстуры на лицо при помощи пальцев, если это не уходная косметика. Далее. Сейчас очень модно румяна наносить. И румяна мы наносим не только на яблочки, щек, но и по всей периферии лица слегка. И я очень-очень обрадована тем, какие оттенки румян и бронзирующие пудры собраны в новых палетках Giordani Gold. Потому что мы можем немножечко контролировать набор цвета разного. И при смешивании тоже получается всегда достаточно разный такой цвет. Это очень интересно. И наносится, значит, очень легко, очень ровно. Но опять хочу сказать, что все румяна, вообще все, пусть это будет Very Me, пусть это будет The One или Giordani Gold, все румяна и все бронзирующие пудры очень сильно пигментированы. То есть они очень яркие и очень плотно ложатся. Поэтому набираем на кисть румяна, после этого стряхиваем с кисти и уже потом наносим на лицо. То есть нельзя сразу взять, да, с кисти, взять из палетки, перенести сразу с кисти на лицо. Так не получится, вы поставите себе яркое пятно. Этого делать не нужно. Немножечко набираем, стряхиваем с кисти, после этого только переносим. Лучше я вам советую, лучше мы 50 раз сделаем одно легкое касание кистью, чем мы один раз хорошенько макнем и сразу испортим макияж. Далее, неотъемлемая часть макияжа, это, конечно же, макияж глаз. И здесь я хочу вам сказать, сейчас актуален, ну, наверняка вы уже знаете, потому что в каталоге я уже писала про эту технику, техника нанесения теней монохром, то есть в один цвет. Но на Новый год, согласитесь, немножечко скучно. Если мы будем, я сейчас говорю об тренде на золотистые оттенки теней, то немножечко скучно, если в золоте у нас будет в технике монохром сделано. Это мы поговорим попозже, более яркие оттенки будет круто. А так вообще, это смоки макияж, да, о котором я говорила, и не бойтесь добавлять разных оттенков. Плюс, маленький такой секрет, как раз про тени и про румяну. Когда мы делаем полностью макияж, попробуйте по контуру теней немножко-немножко добавить румяну. Как раз-таки обратите внимание, что в палеточке они, румяна собраны небольшими такими группами цветов, да, и то есть мы можем взять на маленькую кисть и набирать нужный оттенок и использовать их как тени. Я пробовала, получается очень хорошо, не настолько ярко, как из палетки теней, но то, что нужно. То есть для плавного перехода от теней к цвету кожи мы можем использовать румяна и будет смотреться очень-очень гармонично, очень плавно, очень красиво. Ну, я думаю, вы с текстом здесь ознакомились. Далее идем. Никакой образ не может быть завершен и не будет считаться красивым, если мы не сделали укладку. И вот средство, про которое я хотела рассказать и которым я призываю прям воспользоваться. Термозащита. Что это такое? Это то, что мы постоянно, мы волосы сушим феном, подвергаем их обработке тепловой. Мы постоянно делаем какие-то укладки, утюжки, гофре, плойки. И кто-то делает это редко по праздникам, да, такие сложные укладки. Но согласитесь, феном мы сушим волосы практически каждый день. А то и по два раза на дню. Поэтому на влажные волосы нужно наносить термозащиту. Хотя бы на кончике. То есть, если вы волосы высушиваете феном, хотя бы на кончики наносите, и волосы будут меньше подвержены от этого горячего воздуха. Они будут меньше, меньше секущихся волос, в конце концов, вы найдете. Так, у нас тут есть первый вопрос. Давайте, пожалуйста, мы вопросы оставим на завершение моего выступления. Еще раз его зададите, я вам отвечу. Далее. Конечно, без лака для волос не получатся никакие локоны. Мы сделаем локоны, и они распадутся у нас через пару часов. Учитывая, что сейчас зима, повышенная влажность, да, мы выйдем на улицу, снег, и все. У нас не останется совершенно ничего от укладки. Поэтому нам обязательно нужен лак для волос. В зависимости от того, насколько у вас толстый волос, плотный, вам нужно подбирать уже степень фиксации лака для волос. Обратите внимание, на тюбики, на флакончике здесь написаны внизу циферки. Есть. Один, два, три, четыре, пять. Это степень фиксации. Если у вас очень-очень толстый, такой плотный, тяжелый волос, чаще всего такой волос у тех, кто не красится, натуральный цвет волос, вам нужно использовать четыре-пять степень фиксации. Если у вас крашеный волос, особенно блондинки, волос из которого вымыть пигмент, то есть крашеные блондинки, очень легкие, пористые волосы, либо в принципе свои достаточно тонкие, используйте лак от трех и ниже степени фиксации, то есть более легкий. Тогда, как раз тогда, у вас не будет эффекта слипшихся волос. Если вы думаете, что вот я сделала локоны, да, ну, например, у вас тоненькие волосы, и если вы думаете, что вот я сделала локоны, и сейчас я их зафиксирую степенью фиксации 5, и они продержатся долго, не факт. Может быть, получится наоборот. Вы можете утяжелить волосы, и тогда у вас укладка наоборот продержится гораздо меньше. То есть обратите на это внимание. Вот здесь я собрала для вас набор, вы можете, не знаю, записать, сделать фото, собрала для вас набор продуктов, которыми можно сделать новогодний макияж. То есть, и также это тот набор продуктов, который, можете обратить внимание по оттенкам именно, который, в принципе, должен быть в любой косметичке. Нельзя без базы делать макияж. Без консилера нельзя, не получится у вас все равно тональной основой настолько ровно сделать тон. обязательно нужна пудра, чтобы зафиксировать все. Потому что, если у вас не досохла тональная основа, вы начнете накладывать румяной и бронзирующую пудру, у вас появится пятна. После этого на белый чистый лист, как будто на бумаге, когда у нас лицо выровняно тоном, мы уже накладываем румяной и бронзирующую пудру. Конечно, без туши не получится ничего. Если нужно, здесь уже, если нужно, используем гель для бровей, тени. Почему здесь три палетки я для вас показала? Потому что комбинируйте. Когда мы берем разные оттенки из разных палеток, вместе друг с другом сочетаем, получается гораздо интереснее макияж, получается тот универсальный макияж, подходящий именно для вас, эксклюзивный. Бальзам это та вещь, без которой нельзя сделать макияж губ красивым. Как без базы, нельзя налажить тон. Если сейчас особенно важно, в такую погоду губы обветриваются, им нужен постоянный уход, и бальзам мы наносим на лицо, ой, извините, бальзам мы наносим на губы тогда же, когда и наносим базу. То есть мы нанесли базу на лицо, и в этот момент наносим бальзам на губы, и продолжаем делать макияж. Сделали макияж, после этого мы уже делаем, значит, карандашом задаем форму губ, во внешние уголки добавляем немножко больше, карандаша заштриховываем, и уже потом помаду. Да, и здесь помада у меня розовая и бежевая, это тоже универсальные помады, которые подойдут практически на любой день. Итак, идем далее, то есть, я надеюсь, вы успели. Что можно использовать вместо базы под тени? Кремовые тени, я вначале вам сказала, давайте вопрос чуть похоже. Идем далее. Следующий макияж, который я хотела для вас рассказать, представить, то, о чем я как раз говорила, это макияж с косметикой серии The One, это яркий макияж, в модной технике монохром, но сделать так, чтобы это смотрелось именно интересно, именно празднично. У нас сейчас тенденция такова, возвращаются мода на 90-е годы, возвращаются голубые тени в моду, и не нужно этого бояться. Мы всегда привыкли, что такое голубые тени, что такое синие тени. Когда мы встречаем женщину в буфете с тенями, которые до самых-самых бровей, розовые, перламутровые губы, ярко-малиновые щеки, да, и перекрашенная голова. Вот. То есть, у нас обычно такая какая-то ассоциация появляется с голубыми тенями, но сейчас голубые тени снова возвращаются, это снова в моде, и смотрите, какой момент. Если у нас и бронзовые, да, в моде, и голубые, то есть, подойдет и для теплых цветотипов, и для холодных, то есть, и для тех, и для этих есть вариант. Плюс, я бы вам советовала, знаете, голубые тени, если мы используем, мы используем это исключительно как акцент. То есть, губы и весь, в принципе, макияж должен у нас быть более или менее нюд. Мы делаем яркий акцент на глазах. Голубые тени мы можем нанести не только как растушевкой полностью на все веко, но и, ну, то есть, на подвижное веко и нижнее веко, но и какой-то графичной стрелкой. Мы можем сделать графичную полоску. Это сейчас достаточно актуально. Вот, например, на слайде вы видите, у, подброви, смотрите, у внешнего уголка глаза, не такая уж и мягкая тушевка. Больше похожа такой форму прямоугольника. И это сейчас очень модно, сейчас актуально. Плюс, это молодежный макияж. Не забывайте о том, что если вы используете такие яркие тени, это может быть, кстати, не только голубой оттенок, но и, знаете, бирюза, например, цвет морской волны, что-то такое. Да, ну, главное, чтобы это было настолько холодное и ледяное. Если вы что-то такое используете, помните, что не нужно, ну, допустим, у нас голубые тени, не нужно все на себя одевать голубое. Максимум у вас может быть какой-то акцент, это может быть аксессуар, сумочка, брошь, украшение одно, да, это там, например, сережки или кулончик, это не должно быть у вас и голубые тени, и большое голубое платье, нет, так делать мы не будем, так нельзя. Мы сделали, например, голубые тени, у нас полностью, допустим, ну, пусть будет даже белый наряд и какой-то голубой плач. Вот это будет хорошо смотреться, это будет, скажем так, фэшн. Идем далее. Про пудру я уже говорила. Моя самая-самая любимая пудра, мой самый-самый любимый продукт и Reflame и мой Must Have это пудра рассыпчатая The One. Здесь у нас показан светлый оттенок, но я, как лизажист, хочу сказать, что я больше всего люблю прозрачную пудру. Почему? Потому что прозрачная пудра, она универсальная и она очень хорошо подходит для техники бэйкинга. У нас на сайте есть на канале YouTube Reflame есть видео про технику бэйкинга. Вы можете посмотреть. Также есть на сайте на эту тему статья. Не будем углубляться, ознакомитесь сами. Плюс здесь как раз сейчас пару советиков на слайде есть, как использовать можно по-другому пудру. И очень важно, пудра компактная, которая, например, в серии Giordani Gold, это компактная пудра, это носится с собой, это быстренько припудрить, это достаток красиво от зеркальца. А пудра рассыпчатая, это должна быть для базового макияжа дома. То есть мы сделали макияж, нанесли тон, обязательно сначала наносим пудру, после этого уже румяна. Это я вам говорю не скажем так, не потому что я это придумала, не потому что где-то какие-то правила. Это я говорю исходя из пользования косметикой Reflame. Я попробовала как будет лучше. И я вам говорю, сначала база, тон, потом пудра, после этого уже мы наносим румяна. Плюс румяна по частичкам пудры, а если мы нанесем на пальчики и пудру вот так покатаем, будут чувствоваться такие легкие матовые, скажем так, назовем их так, шарики. Очень-очень такая мельчайшая, приятная текстура. И когда мы нанесем румяна или бронзирующую пудру, она будет легче скользить. Так же, как тон легче ложится на базу. Здесь такой же эффект. Если мы используем, например, яркую помаду, и мы хотим ее сильнее зафиксировать, мы берем пудру. Берем плоскую кисть, набираем на пудру, наносим на губы сверху. Если оставляем, они будут матовыми, наносим сверху еще один слой помады исключительно с помощью кисти, потому что из стика не получится помаду нанести на пудру сверху, наносим при помощи кисти, у нас очень-очень стойкий эффект создается тогда. Это отличный вариант для нового года. Так же как раз про помаду заговорили, сейчас знаете тренд все оттенки красного, скажем так, то есть в моде красная помада и в моде темная помада опять. Ну это такая отдельная тема, вы можете не делать совершенно макияж классно, красить только ресницы, но использовать помаду в вампирском стиле, у нас очень красивые есть оттенки в серии The One Lip Sensation, Matte Mousse, которые у нас идут самые темные пары оттенков, они очень хорошо подходят к этому тренду. Плюс в серии Giordani Gold невероятно потрясающие красные помады можете также использовать, есть и матовые и глянцевые и вы останетесь в тренде. Далее идем, возвращаемся к этому макияжу брови. В прошлом презентации я вам говорила о том, что можете уложить гелем, здесь я хочу рассказать вам про тени и бровей. Не секрет, уже многие знают, уже эта тема вся избита, о том, что в моде сейчас широкие брови, о том, что они должны быть густыми, о том, что они должны быть яркими, но на самом деле мода на брови состоит в том, что брови должны быть своими. Татуаж, увы и ахни, в моде нужно стараться делать более брови естественными, и если есть какой-то недостаток в каком-то месте бровей, недостаток пары волосинок, то можно это легко исправить при помощи теней для бровей. Мы наносим тени в пустующие участки, плюс мы можем для, скажем так, если у вас не слишком белые волосы, блондинка, то есть пойдем как, для брюнетов, для русских, для рыжих, ок, и все подходит, с блондинками гораздо сложнее с бровями, потому что можно слегка и чуть-чуть перепорщить. Для блондинок я рекомендую использовать светлый оттенок и наносить его от середины головки брови, то есть у нас есть головка брови и хвостик брови, да, они соединяются в изгибе, вот, и то есть от середины головки брови наносить, только на хвостик и туда, ну, можно сказать, что на изгиб брови, то есть мы как бы придаем немножко кончику формы, там чаще всего не хватает волосков, а именно начало брови оставляем в таком же цвете, в каком и есть. Если волоски достаточно длинные, густые, если в принципе свои брови есть, то тогда уже достаточно будет использовать цветной гель для бровей Джордани Гол. Плюс, в комплекте с тенями я советую использовать обязательно кондиционер для ресницы бровей, который тоже серии The One в белом тюбике, наверняка вы знаете. Очень хорошо это все вместе смотрится. Да, пишите, что шикарные тени, действительно шикарные тени, которые не уступают теням других различных брендов, хотя вы знаете, что эти тени, наши тени, не только качеством нас радуют, но и ценой. Достаточно доступные и очень-очень мало затратные, скажем так. Они действительно долго-долго хранятся, ими можно очень долго пользоваться. По поводу воска. Воском для бровей можно пользоваться, если у вас очень плотный такой волос. Вот он не то, что даже густой, а сами волоски очень твердые плотные, тогда используйте воск. Если же более мягкие, как чаще всего бывает, тогда можете использовать гель. Также я рекомендую вам использовать не те кисти, которые находятся в упаковке, а взять разборную кисть, которая там есть, универсальная кисть, в которой есть и скошенная, и для помады, и для тени. Вот. То есть она более длинная, и вам удобнее будет, то есть вы не будете, когда будете наносить, вы не будете себе перекрывать рукой вот так обзор в зеркало, вы будете видеть. Так, поехали дальше. Уже как раз таки тени. Сейчас в тренде все, что там написано, то есть вы это сами прочитаете, сияющее все, такое немного перламутровое, немного блестящее, тени с глиттером на самом деле называется. Все, что эффект сияния у нас сохраняет, это сейчас в моде. То есть ваши веки должны блистать, блистать. Как раз вы можете за этим наблюдать YouTube, опять-таки наш канал на YouTube, вы можете посмотреть видео новогодний макияж, мой мастер-класс, и там я рассказываю о том, что вот мы сделали серия Giordani Gold макияж, вы можете добавить больше блесток на губы или на веки, и тогда вы тоже будете соответствовать трендам, то есть это тоже сейчас в моде. Далее, тушь. Хочу отдельно рассказать про тушь серии Featherlight. Конечно, мы все обожаем и любим тушь 5 в 1, новая тушь Giordani Gold тоже потрясающая, у которой щеточка в форме звездочки, просто невероятная. Но я хочу отдельно уделить внимание именно туши Featherlight. Это, знаете, это такая тушь, которая подойдет для легкого макияжа, для ньют макияжа, для макияжа, я не знаю, можно назвать его спортивным. То есть она делает ресницы более пушистыми, более немножко такими, знаете, игривыми. Если тушь, которая у нас более разделяющая, удлиняющая, да, с прорезиненной щеточкой, мы можем сделать эффект лисивого взгляда, внешние уголки ресниц прокрасить более густо и у нас будет лисий взгляд, то с этой тушью так не получится. Эту тушь нужно наносить, желательно наносить в один слой, от внутреннего уголка глаза до внешнего, да, весь ресничный ряд. Также я советую нижние реснички прокрашивать и немножко делать эффект паучьих лапок. То есть чуть-чуть реснички как бы скомкивать, да, немножечко их между собой склеивать. Это сейчас тоже в моде, это достаточно актуально. И если вы хотите сделать макияж с акцентом на губу, например, то достаточно будет на глаза сделать вот такой акцент, то есть именно с тушью. Но чтобы эта тушь склеилась, нужно много слоев наложить на ресницы. для того, чтобы сделать нюд макияж или что-то более легкое достаточно буквально в один слой нанести тушь. Так, вернемся к волосам. Про укладки мы с вами уже поговорили, но есть еще и другой уход. Помимо того, что мы используем, как обычно, шампунь и бальзам, и то не все используют бальзам для волос, как я узнала, мне подруга удивилась, зачем ты его используешь, он же жирный, волосы потом жирнятся, я говорю, в смысле, а как ты прочесываешь, то есть, мы всегда используем, значит, сначала шампунь, потом бальзам, и потом уже другие уходовые различные, значит, продукты. Здесь я хочу вам сказать, что нужно зимой обязательно использовать масло для волос, потому что этот мороз, он очень-очень вредит нашим волосам, еще, волосы очень сильно магнитятся в такой период, и тоже масло, как спасение, вернусь про бальзам, ну смотрите, у нас шампунь для того, чтобы волосы очищать, а бальзам для волос, для того, чтобы их увлажнять, но увлажнения только от бальзама в такую погоду, в такое время года не хватает, его недостаточно, используйте масло, и еще, чтобы не утяжелять волосы, масло наносите исключительно на влажные волосы, то есть, после того, как мы помыли голову, мы не наносим масло на корни, мы наносим примерно на 10 сантиметров от кончиков, нанесли, то есть, несколько капелек положили в ладошку, растерли, и на волосы нанесли, после этого ждем, пока волосы чуть-чуть подсохнут, и уже тогда начинаем укладывать их феном, также, про термозащиту я говорила, сначала идет масло, ждем, пока волосы немножко подсохнут, чуть-чуть, наносим термозащиту, и еще чуть-чуть подсыхают волосы уже после термозащиты, и тогда начинаем укладку, но я понимаю, что кажется, что я много-много чего говорю, да, сначала это, потом это, на самом деле, когда ты уже привыкаешь, и две минуты на себя потратить, это совсем немного, опять-таки, я собрала для вас полный список продуктов, которые нужно использовать для макияжа, например, серии The One Feather Light, то есть, берем вот этот список, кладем себе в косметичку, все, у нас полностью готов арсенал, скажем так, для того, чтобы создать макияж, единственное, сюда добавляем оттенок теней, который вам нравится, либо несколько оттенков, и все, остальное все, все, что нужно, кстати, здесь не упомянула, хочу сказать про базу The One, если мы наносим базу Giordani Gold, мы ее распределили, кстати, тоже кистью, не пальцами, у нас нет эффекта подсвечивания, то база The One очень-очень хорошо сияет, и у нее такой сильный подсвечивающий эффект. Будьте внимательны, будьте аккуратны, когда я провожу мастер-классы, когда кто-то из девочек у меня тоже много будет это делать, будьте внимательны с тем, что на кончике носика всегда плохо растушевывается и остается база, и кончик носа очень сильно блестит, поэтому хорошенько нужно растушевать, и растушевывайте исключительно кистью, не нужно грязными, ну, я не говорю, что грязными пальцами, да, не нужно пальцами, все равно, есть микробы, и все это по лицу возюхать не стоит. И также очень важный момент, о котором я не сказала, наносим на лицо все продукты, исключительно на очищенную кожу лица. Очищаем мы кожу мицеллярной водой, либо влажными салфетками, которые не содержат в себе масел. Кстати, либо мы можем хорошенько умыться, например, с пенкой и для умывания, да, после этого высушиваем кожу, и все. Плюс, тут на мастер-классе, буквально пару дней назад, когда я задала вопрос, так, первый этап в макияже, что мы делаем? И все такие, база, там, тон, я говорю, нет, там, окей, тон, назад идем, база, еще, говорят, очищение. Чем очищаем? Давайте вопросы чуть-чуть попозже, подождите. Чем очищаем? И все начали говорить тоником. Ну, вы же наверняка проводите сессии на вейдж. Вы же знаете, для чего нужно тонизирование. Для того, чтобы у нас раскрылись, да, чешуйки кожи, поры, ну, я не особо в этом понимаю, но все равно я делаю свой уход, и я знаю, зачем мне нужен тоник. Для того, чтобы элементы, для того, чтобы витаминики, микроэлементы, все из крема, все попало туда, куда нужно, да, чтобы это все хорошо проникло в кожу. А мы, получается, очищаем кожу тоником, для того, чтобы что? Чтобы у нас база проникла под кожу? Нам этого не нужно, то есть, да, это очень важный момент, ни в коем случае не используйте тоник для того, чтобы его, в общем, как средство для очищения кожи перед макияжем, ни в коем случае. Влажные салфетки, витилярная вода, пенка для умывания, то есть, полностью мы умылись, когда есть такая возможность, это все хорошо. И во время того, когда мы делаем макияж, очень важно каждый этап просушивать. Вы можете, например, нанесли базу, если у вас нет времени ждать, пока высохнет база, да, сразу начинайте макияж глаз, делайте какой-то этап макияжа глаз. Потом мы нанесли тон, нет времени ждать, пока у вас подсохнет тон, сделайте брови. То есть, и таким образом у вас получится достаточно быстро. Я надеюсь, что то, что я вам сейчас рассказала, мои советы были для вас полезными. И сейчас уже я готова ответить на ваши вопросы. Давайте я буду их быстренько читать. То есть, все, что сейчас было в чате, честное слово, я не читала. Очень все полезно, понятно. Кисти нужно чистить. Кисти, это не вопрос, мне кажется, вы написали без каких-либо знаков припинания. Это действительно утверждение. Кисти нужно чистить. Итак, так, полегче, ребята. Что у нас там идет про CC-крем? Где-то было CC-крем. Можно на веке наносить. Текстура нежная, можно без основы. Смотрите. BB-крем и CC-крем, это вообще те крема. Это можно считать не столько тональная основа, да, именно основа, сколько крем. Потому что CC-крем и BB-крем, они наполовину состоят из тональной основы, наполовину из увлажняющего крема. И когда мы наносим это все на лицо, да, можно не использовать базу. Потому что это предназначено для очень легкого макияжа. Это увлажняющий крем, который немножко тонирует. И это идеальный вариант для повседневного макияжа именно зимой. Зимой и летом. Но я вас призываю, обязательно обращайте внимание на то, чтобы был SPF. Потому что мы привыкли зимой, ой, летом, да, защищаемся от солнышка, но зимой мы совершенно забываем, что ультрафиолетовые лучи, они абсолютно такие же. Поэтому нужна защита. У нас как раз наши CC-BB-крем такими являются. Навеки наносить. Не нужно ничего наносить навеки, я вас умоляю. Максимум можете припудрить. Возьмите рассыпчатую пудру светлого оттенка и все. И маленькой пушистой кистью наносить. Не нужно ни на губы наносить тональную основу, ни на веки. Это, ну, не стоит он этого делать. Так. Ой, ребята, я потерялась. Так, CC-крем, идем дальше. Как ухаживать за кистями? Ну, моем кисти. Знаете, что очень классно моют кисти? И щадящие, и не вызывает никакой аллергии потом, в случае чего у вас на лице. Сейчас скажу. Гель для интимной гигиены у нас есть. Отлично. Он шикарно моет кисти. Видите, что мы делаем? Мы в ладошку немножечко капаем, берем кисть и в ладошки прям ее моем. Вниз вот так. Обязательно ее потом сушим. Так. Глаза... Стойте, стойте, стойте. Обязательно не нужно. Если идеальная кожа, не нужно никакого консилера. Если идеальная кожа, можно даже не использовать тональную основу. Нам достаточно будет пудрой просто это все. Припудрить и все. Так. Если брать продукты из разной серии, то это наоборот очень классно и здорово, что вы умеете это все дело сочетать. Можно, конечно. Так. Кремовые тени мне очень шиммерные. Я не знаю, почему вы так считаете. Если вы берете кремовые тени, например, в серии Зеван, самый светлый оттенок, и вы накладываете сверху тени любые абсолютно, они перекрывают цвет. Никакого оттенка, никакого цвета не будет. То есть как базу их можно спокойно использовать. И если есть ямки от прыщиков, как делать макияж? Вы знаете, если наносить лучше ни кистью, ни пальцами тону, я понимаю, он как бы может забиваться, лучше наносить при помощи из влажного спонжа, тогда все, что там лишнее останется, то спонж впитает. Но я вас уверяю, никакой макияж не сделает и не уберет вам ямки. То есть в действительности, если вы хотите от них избавиться, вы не сможете их скрыть ни под какой тональной основой. Вам нужно делать пилинг, вам нужно делать постоянно скрабирование и все прочее. То есть макияж здесь вас никаким образом не спасет. Вот он, цвет, этот цвет, это просто он перекроет вам цвет. Что лучше тени для бровей или маркер? Смотря, для чего вам он нужен, да? Тенями мы можем, тенями, скажем так, немножечко удобнее, немножко привычнее. Маркером достаточно сложно пользоваться. Честно скажу, первый раз, когда я взяла в руки маркер, начала его тестировать, я вообще не поняла. И потом для меня только дошло, штрихами наносим, берем кисть и растушевываем кисть, и он растушевывается хорошо. Вот, поэтому тут, знаете, кому как удобнее. Если вам нужно пару тоненьких волосинок прорисовать, да, волосков, вы можете использовать маркер. Пропрыщики. Воск, тени брови. Стоп, подождите, не пишите, я сейчас отвечу на эти вопросы. Итак, пропрыщики. У нас есть консилер серии The One. Не знаю, почему он такой у нас стал непопулярный. Который, три оттенка, да, два оттенка кремовых и пудра. Итак, там как раз-таки подобраны эти цвета таким образом, что один холодный, другой теплый. Холодным перекрываем теплое, теплым холодным. Что это значит? Синечки под глазами перекрываем... Синечки, синее, фиолетовое, холодное что-то перекрываем теплым цветом. Положили слой, плотный слой, при помощи плоской кисти. То есть, в смысле плотный, он получится плотный. Перекрыли, после этого запудрили. После этого можем нанести тональную основу и запудрить. Можем сразу запудрить. На покраснение, а что это покраснение? Прыщечки, капилляры, которые видно, например, у крыла носа, перекрываем холодным оттенком. Как можно определить, холодный или теплый? Набираем на пальчик, растягиваем вот так по коже и смотрим. Синеватый остается, холодный. Более оранжевый оттенок остается, значит теплый. Все. Воск для бровей можете использовать, можете не использовать. Я уже об этом говорила. То есть, как вам будет удобнее. Спрашиваю, значит, слышала о том, что нужно наносить тональную основу под помаду. Это бред. Этого не нужно делать ни в коем случае. Зачем вам лишний слой под помаду? Нужно наносить карандаш. Не нужно наносить тональную основу. Зачем вы будете наносить тональную основу? Карандаш у вас не будет скользить. Он будет скользить по бальзаму. Вам нужно нанести бальзам. После этого карандаш. После этого помада. Если бальзам очень толстым слоем нанесли, промокнули салфеткой и все. Да, действительно, красноту закрывает. У меня тени для бровей не держатся. К вечеру бровей половина стирается. Я не смогу ответить вам на этот вопрос, что у вас не держатся тени. Потому что я не понимаю, как. Я ни разу с этим не сталкивалась. Честно, я ни разу не встречала того, чтобы эти тени как-то куда-то убежали, ушли, стерлись. Может быть вы чешете брови, я не знаю. Честно. Может быть у вас челка, которая стирает. Я никак не смогу ответить на этот вопрос. После, после наносим воск. После воск наносим. Если вы используете. Точно так же, как и гель. После того, как нанесли тени, после этого воск наносим. Я не знаю, где вы взяли эту информацию, что держится помада дольше на губах, если вы берете тон. Вам, ну как, приятно, что у вас такой жирный слой, в принципе, на губах есть. У меня прекрасно помада держится. Ну не то, что у меня, я сколько, ну как бы, делаю различных макияжей и сколько крашу у клиентов. У меня помада всегда держится именно таким способом. И я, знаете, так, секунду. И я не придумываю это откуда-то из головы, да, что вот сейчас вот так можно, так нельзя. Я тестирую это все. Я это все пробую. Советы, которые я пишу в каталог, исключительно это опробованы, но и все протестированы. И только таким образом я уже, ну, даю вам советы. И почему я говорю, не нужно тональную основу на нее наносить помаду? Потому что это я пробовала, это я знаю, это я тестировала. Я могу даже рассказать, как это происходит. У меня приходят новые продукты, да, про которые мне нужно написать комментарии. Допустим, это кремовые тени. У меня вот, я закатываю рукава, у меня все рукавы так измазаны в тенях. Все лицо у меня измазано в этих тенях. Я хожу с этими тенями целый день. Я просто смотрю. Ну, здесь у меня тени на тон нанестины, здесь на базу, здесь еще на что-то. То есть, таким образом. Просто так из головы я не могу это никак мне куда-то взять. Вот. Как использовать стойкую помаду? Какую именно помаду? Что хуже портит кожу? Тональник или пудра? Ничего не портит кожу, если вы за кожей ухаживаете, если вы правильно все делаете. Ставите тесты, это очень здорово. Ой, какой большой. Подскажите, пришла зима у меня, начались проблемы. Ай, подождите, люди, не пишите. С кожей появились сухие. Пятна, даже накладывать пудру невозможно. Чешется, так используя коллаген, что у меня. Я не смогу вам подсказать, потому что я не особо разбираюсь в уходовой продукции, в плане именно кремов. Я все-таки визажист. С такой проблемой вам следует и стоит обратиться уже, например, к консультанту, который проводит сессии, да, люди, которые это знают. У нас есть, я знаю, косметологи, которые тоже работают на серии Innovage. Обратитесь к ним. Ну, если бы у меня была такая проблема, я бы не связывала это в первую очередь именно с кремом. Я бы все-таки связала это с тем, что это что-то внутри. Может быть, зима и, возможно, не хватает каких-то витаминов, поэтому. Если тени на веки скатываются, да, жирная века бывает, мы используем прозрачную пудру, пушистые кисти наносим. Мы используем матовую помаду-стойкую, которая The One, Matt Mousse. Matt Mousse наносим точно так же на бальзам, карандаш, все помады так наносят, кроме лаковой. Чем лучше наносить рассыпчатые тени, чтобы при нанесении веки они не рассыпались под глаза. Вам лучше всего под глаза нанести очень толстый слой пудры, и после этого они все будут рассыпаться на пудру, после этого стряхиваем пудру. Тени будут осыпаться. Это абсолютно нормально, что тени осыпаются, в этом нет ничего страшного. И вы можете использовать, сейчас скажу, плоскую кисть, да, можете использовать плоскую кисть и попробовать ей наносить тени. Но в любом случае тени осыпаются, это нормально, ничего страшного. Но вы можете немножко, совсем, совсем чуть-чуть нанести на подвижное веко кремовые тени, для того, чтобы они служили базой и приклеивали просто на себя частички. Лаковую помаду можно наносить зимой. Если вы говорите о лаковой помаде серии The One, Lip Sensation, то, конечно, можно. Почему нет? Если вы говорите о лаковой помаде, которая у нас старая была, ну, не старая, а давненько так была, серии Giordani Gold, то она немножечко будет, она не будет, скажем так, с эффектом бальзама для губ. То есть на холодную погоду не стоит. Под лаковую помаду карандаш не нужен. Вот единственное, под блески для губ, под лаковую помаду карандаш не нужен. Причем лаковая помада, она оставляет еще тинт и очень хороший оттенок. Так, пудра на жирные вики не помогает, тени все равно скатывается, только база по тени спасет ситуацию. Ну, раз вы так считаете, используйте базу. Мы, кстати, думаем насчет этих продуктов. Эту информацию говорили, так, это, наверное, про губы. Информацию говорили в передаче перезагрузка по ТМТ про тональную основу на губы. Ну, молодцы. А я вам говорю про тональную основу на губы, которая Арифлэйм. То есть я же визажист Арифлэйм, и я говорю исключительно про нашу продукцию. Не более того. Подружка заказала лаковую, она у нее начала сползать и слипается между губ. Да, есть такой немножечко неприятный момент, что если очень плотным слоем наносить лаковую помаду, то она будет скатываться в процессе, скажем так, жизнедеятельности, когда мы разговариваем, она будет скатываться во внутренней части губ. Ну, здесь единственный только вариант, выносить ее поменьше. Действительно, когда переборщишь, тогда да, она будет скатываться. Так, и еще какие вопросы пропустила? Смотрю, смотрю, смотрю. И ничего не вижу, ничего не получается. И мне дальше перелистать. Тени надо растушевывать. Странный вопрос. Как выглядит треугольник канцелера под глазами? Об этом я тоже писала в каталоге. Есть, не понимаю, почему вы это спрашиваете. Есть куча комментариев. Я пишу их не просто так. Это советы. Читайте каталог, открывайте, там все есть. Не считаю, нужно рассказывать об этом. Так, еще. Пролистала, ну, что-то тут вижу про нависшее веко. Так, каивание, так, так, так. Ха, я не могу пролистать, представляете. Что-то у меня прям какая-то беда. Итак, про нависшее веко. Для нависшего века идеально подойдет макияж Smoky. Макияж. И я сейчас вам расскажу. Не который отдельный мастер-класс именно Smoky макияж. А есть у нас обзор каталогов, которым я делала этот макияж. Как раз, когда у нас был в прошлом зимой, сейчас скажу, после Нового года. Прошлая зима, после Нового года. Обзор каталогов у нас был, когда вышли у нас тушь для Smoky макияжа, кремовые тени для Smoky макияжа. И вот там есть макияж для нависшего века. И как раз модель такая. То есть, вы можете посмотреть и решить как-то этот вопрос. То есть, научиться делать. Так. Ой-ой-ой, что ты тут? Да, кстати, нам нужно... Ого, у нас время уже. Итак, ребята, я надеюсь, что я по максимуму ответила на ваши вопросы. Смотрите. Чтобы наверняка... Ну, то есть, я наверняка вам ответила и все прочее. Вы можете мне писать в социальные сети. Спокойно. Есть Инстаграм. Я вам сейчас напишу, как он подписан. Вот. Называется вот так. Pink лапки. Можете оставлять свои вопросы в комментариях под... Значит, под моими фотографиями. Плюс там фото все исключительно Reflame, работы. То есть, где я нахожусь, какие у меня выступления. Заранее пишу. Можете посмотреть. Вдруг я к вам приеду. Также на Facebook не успеваю отвечать. Я просто как-то просмотрела и все. Вы можете написать мне ВКонтакте. В течение одного, двух, трех дней я обязательно отвечаю. Ну, как бы разгружается время. И я обязательно отвечаю на вопросы. То есть, точно так же. Терещенко Алена, по-моему, город Москва. Ну, найдете без проблем. Фотографию точно узнаете. Там, я не знаю, там, по-моему, фото из каталога. Вот. Я вам обязательно отвечу на вопросы. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Я очень рада была вас читать. И надеюсь, что вы были рады меня видеть и слышать. Пока-пока. Пока.